Злата, ну когда же уже ты выйдешь замуж? И когда же, я говорю, а ребеночек, говорит, песенки это все хорошо. Ну а муж, муж, когда же ребенок? Я говорю, Татьяна Николаевна, я над этим работаю. Я считаю, когда придет мое время, когда я встречу человека, с которым мы останемся вдвоем, потому что до этого как-то у меня не получалось остаться вдвоем. Что это означает, не выходило, залишилось? Ну, например, там, один из бывших, он не развивался. Вот я развивалась, мне все интересно, я люблю учиться новому. Ты развивалась аж лучше за него. Да, да, и я увидела, что он где-то застрял, и он меня тянет вниз, и он в какой-то депрессии пребывает. Постоянно мне предъявляют претензии, вплоть до того, что там ты сдала вещи в химчистку, почему так дорого? Лучше бы сама бы их почистила. Ну, то есть вот такие штуки какие-то. И я поняла, что очень странный человек. Потом, мне надо, чтобы ты была дома и готовила для меня еду. А я не хочу тут ходить по ресторанам с тобой питаться. И вообще, почему ты сегодня в 12 ночи вернулась? Постоянные ссоры. Били с ним тарелки, мы бросались пакетами молока. Конечно, я сейчас вспоминаю, это очень смешно, но реально какая-то итальянская семейка. И я поняла, что мне это не приносит удовольствия. Да, возможно, где-то в кино это выглядит безумно сексуально. Но поверьте, в реальной жизни ничего общего с сексуальностью здесь нет. И один раз даже он на меня поднял руку. Это было один раз. То есть, видимо, я его уже довела до белого коленя, но я поняла, что если это произошло раз, то это обязательно повторится. И это было конечной точкой и каплей в наших отношениях после того, как он поднял на меня руку. День тебя вдаров. Да, он меня ударил по лицу. Он даже, я думаю, сам от этого обалдел. И все, я себе сказала, на этом все кончено. Были отношения, когда очень классный парень, у нас с ним, ну, просто, вы знаете, как будто две половинки одного целого, начиная от ценностей жизненных и заканчивая вообще пониманием того, кто мы в мире. Но он мне сказал, как в один день пришел и сказал, что ты знаешь, я все-таки не могу забыть свою бывшую. Поэтому давай расстанемся. Я говорю, а зачем ты начинал отношения? То есть, он же понимал, что он не может ее забыть. Но я хотел просто тебя поближе узнать. Мне было с тобой интересно пообщаться. Я говорю, а, это сейчас так называется. Я говорю, ну, хорошо. Поэтому я сейчас очень избирательно отношусь к мужчинам. И я не хочу просто размениваться по мелочам. Злата, мы когда-то с тобой разговаривали на одном из концертов, и там было такое вопрос. Если будет стоять выбор, карьера или любение, и ты тогда сказала, что сейчас, на этом этапе, я всегда выбираю карьеру. Что-то изменилось из того времени? Ну, разве нельзя совмещать? Я знаю. Мы как на приеме психолога торг, торг, торг уместим в этой ситуации. Ну, безусловно, как я проживу без сцены, без песен? Конечно же, карьера, она будет всегда первична. И с этим нужно будет считаться моему мужчине. Но я хочу сказать, что у меня есть некий прогресс. То есть, если раньше я могла в угоду съемок, интервью, отменить нашу поездку с любимым человеком и сказать, что, дорогой, ну, я не могу там, вот у меня съемки, то у меня одни последние отношения. Там я говорила уже, извините, мы отменяем съемки, потому что у меня есть личные планы. Извините, я ничего не могу с этим сделать. Но последние отношения тоже завершились? Да, ну, это давно было, год назад, наверное. Чуть больше года. То есть, год ты живешь без отношений? Да. Я очищаюсь, я накапливаю энергию, я прихожу в себя, я меняю в очередной раз свое отношение к окружающим, к мужчинам, к ситуациям, которые в моей жизни происходят. Потому что менять себя – это неблагодарное дело, ты обрастаешь комплексами, просто нужно менять отношения к разным моментам. Який мае бути той человек? У меня на кухне, начнем с этого, где я била посуду когда-то, теперь там висит фото Брэдли Купера. Так. Да, мне очень нравится он внешне, мне безумно он нравится как актер, и для меня это вот такой некий идеал мужчины по флюидам, что ли, которые от него исходят. Мне очень нравятся творческие мужчины с чувством юмора, при этом с таким ощущением прекрасного, с тонкой организацией души, но при этом сильными. И я знаю, что такие есть, у меня есть такие друзья. Я знаю, что такие мужчины в природе существуют. Злата, че можно расшифровать твое имя и прозвище как и вогонь, и вода, и мидные трубы? Ну да, есть такое. Я просто козырок. Я желаю, чтобы ты через все пройшла достойно и обовязково встретила того самого человека, похожего на Брэдли Купера. Спасибо большое. Это «Поза очи» программа про те, какие зерки на самом деле.